О событиях понедельника 9 января расскажем в ближайшие минуты в эфире первого городского служба новостей город студии Кирилл Попов здравствуйте Смотрите сегодня в выпуске Зимний сказкий конец Снег и мороз, которые радовали калининградцев во время праздников, в будние дни превратились в проблему Когда минус за окном не в радость Эпидемия против каникул или вирусы, которые работают без выходных За первую неделю января 26 калининградцев заболели гонконгским гриппом Маршрут рельсобуса продлили, а до Гурьевска пустили дополнительный состав Пригородные поезда теперь будут ходить по новому графику Пожар, который тушили 9 часов, автомобиль на месте растопок Королевского замка и другие ЧП выходной недели в рубрике «Место происшествия» С 16 до 28 в пенсионном фонде рассказали, кто, как и когда сможет получить единовременную выплату в 5000 рублей И главной теме Праздничные выходные закончились, а вместе с ними и новогодняя сказка Снег и мороз, который радовал калининградцев на каникулах, в будние дни превращается в настоящую проблему Так администрация центрального парка засыпала песком бесплатную горку В то время как неподалеку продолжает действовать платная Такая новость 9 января разлетелась по всем интернет-СМИ Журналисты сообщают, работники парка ссылаются на небезопасность подобного развлечения Но обещают, что это мера временная В свою очередь в области продолжают крепчать морозы Местные водоемы покрылись льдом, бездомные ищут теплые укрытия А коммунальщики перешли на особый режим работы Тему продолжит моя коллега Светлана Федорова Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи» 9 января средняя температура воздуха в Калининградской области – минус 6 градусов Но на побережье создается ощущение куда более суровой зимы На днях зеленоградский пирс после очередного шторма покрылся толстой коркой льда Казалось бы, настоящая зимняя сказка Но и у этой сказки есть другая сторона По словам спасателей, спуск по такой ледяной лестнице опасен для жизни Не говоря уже о том, что вы рискуете оказаться в воде А при подобных погодных условиях к летальному исходу могут привести даже 10 минут Нахождение в мокрой одежде на улице Туристов и жителей области, как видим, это совсем не пугает Сделать фотографию на фоне ледяного царства выстраиваются очереди Тем временем лед украсил не только пирс, но и все водоемы Калининграда В данном случае на верхнем озере Здесь у нас толщина льда на сегодняшний день более 10 сантиметров То есть он безопасен Еще определить можно по цвету льда Если он серо-зеленый, как в данный момент Видите, даже следы ездят на коньках Тут уже катаются люди, рыбаки сидят Но для того, чтобы люди все-таки помнили, что это опасность По периметру всех водоемов города Калининграда Это 21 водный объект Выставлены соответствующие аншлаги На которых написано, что выход, переход через лед запрещен Все это согласно постановлению правительства Калининградской области Правда, как признаются спасатели, народ на него не реагирует Ведь никакой ответственности за нарушение правила не предусмотрено Эти кадры, снятые на озере Шенфляс, накануне взорвали социальные сети Как стало известно позже, герой ролика – известный калининградский морж Перед прыжком в ледяную воду он решил прокатиться на коньках Повторять подобное непрофессионалам Инспектор по маломерным судам Александр Зроенко крайне не рекомендует И просит не забывать элементарные правила безопасности Толщина льда примерно где-то сантиметров 10 Это минимально допустимая безопасность толщины льда То есть для одиночного перехода данный лед уже подходит Но для группового выхода он крайне опасен То есть вот как собираются у нас детвора в хоккей играть Рыбаки собираются группами Тогда лед уже становится опасным Впрочем, и у самих горожан есть претензии к морозам и городским службам Ведь улицы Калининграда с приходом морозов тоже успели превратиться в каток Что вам рассказать, что скользко, что вот я иду и пытаюсь сохранить равновесие Скользко, мои дорогие Да, очень скользко, очень серьезно скользко Вот даже недавно ребенок спотыкнулся вот там вот на подъеме, упал Ну, больно так, ну, слава богу, что все нормально Не убирается в городе, очень скользко, да Я считаю, что нужно убирать лучше На удивление также считают и в мэрии, и сами коммунальщики И просят горожан не судить строго Исполняющий обязанности директора МП «Частота» Владимир Эдуардович рассказывает У предприятия острая нехватка дворников Несмотря на это, пока все остальные отдыхали, они несли свою службу в особом режиме Днем и ночью На дороге тротуары высыпали 2600 тонн пескосоляной смеси И 140 тонн чистой соли Да, положение у нас сейчас с тротуарами слабовато, потому что все-таки у нас находится 479 дворников, а участков в два раза больше Так как они по два участка имеют, чтобы и деньги заработать, тяжеловато во вслуживании Но мы сейчас это все наверстаем Отец умер, сестра продала квартиру Вот так Игорь Николаевич оказался на улице Новый год ему пришлось встречать на морозе Благо он был не таким сильным И мир оказался не без добрых людей Когда тепло на улице начало В принципе, вся история Женщина добрая, молоденькая еще Просто пожалела, меня привезла Даже денег дала еще на первое время Таким же образом можете поступить и вы Директор центра социальной адаптации Андрей Михайлович говорит Его двери открыты для каждого, кто попал в сложную жизненную ситуацию Аналогичное заведение открыто и в городе Советске Здесь и оденут, и накормят, и обогреют За минувшие праздники дом ночного пребывания пополнили сразу 10 новых жильцов В то время как в соседней Польше от сильных морозов такое же количество людей скончалось К нам могут лица обращаться как самостоятельно Также наше учреждение направляют органы социальной защиты, здравоохранения И работники управления внутренних дел Также в наше учреждение обращаются неравнодушные жители города Калининграда Которые доставляют наше учреждение таких лиц Контактный телефон дома ночного пребывания 968-945 Также Андрей Михайлович напоминает В 6 часов вечера у торгового центра на улице Бараново Организовано горячее питание для лиц без определенного места жительства К слову, в ближайшем будущем Игорь Николаевич планирует устроиться на работу Ну а тем, у кого уже начались трудовые будни, психологи советуют правильно настроиться Какую ошибку мы совершили? Работа, это тяжело, это плохо, нам не нравится, я не хочу Как вы сказали, так вы и будете это чувствовать И ваше состояние будет другое, как гири привязали, как будто бы и нужно идти Поэтому настройте сначала правильное осмысление То есть отдых хорош своими какими-то возможностями, релаксами, расслаблением Работа хороша своими функциями, там где мы немножко собираемся, структурируем, действуем Поднять рабочее настроение калининградцам помогут и прогнозы синоптиков Потепление наступит уже к концу рабочей недели А пока у всех желающих есть возможность отправиться на побережье И сделать снимок на фоне ледяного царства Не забывая при этом о своей безопасности Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей город Партнер темы дня, медицинский центр для взрослых и детей, медпрофи И к другим темам Эпидемия против праздников или вирусы, которые работают без выходных За первую неделю января у 26 жителей Калининградской области диагностировали гонконгский грипп При этом в Роспотребнадзоре отмечают Скорее всего, это далеко не все случаи заражения Так как во время каникул больные вызывают врачей с большой неохотой И занимаются самолечением Всего за время праздников к врачам с признаками ОРВИ Обратились почти 3000 калининградцев Половина из которых дети 95 отправлены на лечение в больницы Уровень заболеваемости вирусными инфекциями Продолжает превышать эпидемический порог на 6% При этом особые опасения вызывает гонконгский грипп Его симптомы в целом почти неотличимы от обычного гриппа Но для него характерны особые осложнения Мишени для гриппа самые тяжелоболейшие Это старый и малый То есть до двух лет и пенсионеры Обостряются все заболевания хронические А вот именно у гонконгского бронхитопневмония У него более частое осложнение Вот это его особенность Напомним, что волна гонконгского гриппа Уже добиралась до Калининграда в 60-х годах Поэтому врачи советуют не паниковать И соблюдать правила профилактики Чаще мыть руки и лицо, промывать нос, пить витамины А также реже посещать людные места Не меньше 30 км в час В Калининграде назвали минимальную скорость движения транспорта По специальным маршрутам в дни футбольного чемпионата Схему утвердят в ближайшее время К другим новостям дня Далее короткой строкой Партнер рубрики короткой строкой Сеть аптек в Калининграде Бюджетная аптека 90 тысяч калининградцев съездили в Европу на зимних каникулах В прошлом году старый свет Увидели 110 тысяч жителей области Меньше стали ездить и к нам 80 тысяч туристов против 100 тысяч в прошлом году С 9 января рельсобус с Киевской продлили до Чкаловска Пригородные поезда будут ходить по новому графику А по рабочим дням назначили утренний поезд Калининград-Гурьевск Расписание уточняйте на сайте Калининградской железной дороги В разделе новости С июня этого года в Храброво вернутся рейсы Калининград-Гродно 50 пассажиров будут летать в Белоруссию по вторникам и пятницам Путь до Гродно займет полчаса Также в июне откроется прямое сообщение между Калининградом и Калугой Половина из 200 принятых в прошлом году беженцев уехала из Литвы По правилам Евросоюза соседняя республика должна принять еще 1105 человек В ближайшее время там ожидает 45 иностранцев Завтра, 10 января, наша мобильная студия утреннего шоу «Утро на колесах» Припаркуется на центральной площади города Ведущие на протяжении двух часов будут раздавать подарки всем прохожим калининградцам И встречать интересных гостей Также вы узнаете все про Кенигсберский марципан и кто такой профессор Открывашкин Включайте Первый городской в 7 утра и начинайте новый день вместе с нами Партнер рубрики короткой строкой Сеть аптек в Калининграде Бюджетная аптека И завершает первую часть нашего выпуска постоянная рубрика «Бизнес новости» Самая актуальная информация из мира экономики и финансов у моей коллеги Анастасии Ореховой Партнер рубрики «Бизнес новости» Компания «Мясо тут» Здравствуйте! Почти полмиллиона европейцев стали безработными из-за антироссийских санкций Таковы результаты исследования Австрийского института экономики Так, с момента начала политики санкций и контрсанкций 27 европейских стран потеряли около 400 тысяч рабочих мест По оценкам экспертов, больше всего пострадала Германия На втором месте Франция, далее в списке идет Польша Тем временем бедность россиян ограничивает рост отечественной экономики Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин При этом, как подчеркивает министр, значительная часть малообеспеченных граждан – это семьи с детьми Из-за этого в стране возникают демографические проблемы, которые имеют экономические последствия Количество трудоспособного населения снижается, а это, в свою очередь, сказывается на количестве производимых товаров За январские каникулы российская валюта достигла своего двухлетнего максимума Так, впервые за длительное время цена доллара впервые упала ниже 60 рублей По словам экспертов, это произошло на фоне подорожания нефти, а также с возвращением иностранного интереса к отечественной валюте По прогнозам специалистов, такая тенденция сохранится И уже в ближайшие месяцы цена за доллар может колебаться в пределах 55-57 рублей Сегодня стало известно, какой подрядчик будет заканчивать реконструкцию аэропорта Храброво ремонтом займется компания «Центр Дорстрой» Общая смета работ составила около 3,5 миллиардов рублей Сообщается, что фирма занимается гражданским и дорожным строительством Возводит мосты и путепроводы Напомним, договор с предыдущей компанией был расторгнут в ноябре из-за 9-месячного отставания от графика «Янтарный комбинат» на своем аукционе смог продать калининградским переработчикам только 4 лота из 71 В итоге покупателем минерала стали два юридических лица Они приобрели 4 одинаковых лота 50-килограммовые миксы из сувенирного и необработанного камня При этом даже здесь к комбинату пришлось идти на уступки Торги шли на понижение И вместо стартовой цены в 910 тысяч рублей каждая партия ушла с молотка примерно за 870 тысяч На сегодня это все, будьте в курсе бизнес-новостей вместе с Первым городским каналом Меня зовут Анастасия Орехова, до скорых встреч Партнер рубрики «Бизнес-новости» компания «Мясо тут» Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем Сейчас в нашем эфире рубрика «Место происшествия» Сегодня мы расскажем о ЧП, которые произошли во время январских праздников Самым серьезным из которых, конечно, стал инцидент в Храброво Напомним, в ночь на 4 января аэробус А-320 из Москвы при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы На борту находились 5 членов экипажа и 167 пассажиров У самолета переломилась передняя стойка шасси Лайнер удалось оттащить с полосы только следующей ночью при помощи военных тягачей Балфлота Сутки аэропорт не работал О других происшествиях первой недели 2017-го расскажем далее Спонсор рубрики «Место происшествия» агентство недвижимости «Авалон» 7 января в поселке Прибрежное Гурьевского округа загорелся склад Огонь охватил и обрушил крышу крупного помещения площадью 400 квадратных метров Пожар не могли потушить 9 часов, пострадавших нет В ликвидации ЧП участвовало 58 специалистов и 10 единиц техники Еще один пожар произошел в этот же день в магазине одежды на улице Карла Маркса В этот раз с огнем удалось справиться намного быстрее, примерно за 40 минут Никто не пострадал. Полиция выясняет причины возгорания, как сообщает в МЧС Всего с начала года в области уже произошло 40 пожаров 6 января в Калининградском торговом порту две цистерны железнодорожного состава сошли с рельсов Как сообщается в КЖД, они опрокинулись во время плавного маневра на путях Цистерны были пустыми, поэтому обошлось без серьезных последствий Справиться с аварией помог специальный восстановительный поезд с подъемным краном 5 января необычное ДТП произошло на Ленинском проспекте, недалеко от Дома советов Там автомобиль Киа протаранил забор и вылетел на территорию раскопок Королевского замка Как рассказывают очевидцы, водитель не справился с управлением из-за сильного гололеда Никто не пострадал всего За время январских каникул на дорогах области произошло 17 аварий Один человек погиб, 16 получили травмы Полиция Нестерова разыскивает 16-летнего Егора Гусева 4 января воспитанник Неманского спецучилища ушел с учебы и до сих пор его местонахождение неизвестно Приметы Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном с красной окантовкой Темно-синее спортивное трико, черные кроссовки, черную вязаную шапку Если вы знаете, где может находиться Егор Гусев Просьба сообщить об этом в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах Алексей Колодкин, Марк Шкода, Служба новостей Город Спонсор рубрики «Место происшествия» агентство недвижимости «Авалон» И к другим темам В пенсионном фонде рассказали, когда калининградцы смогут получить единовременную выплату в 5000 рублей С 16 января доставкой будет заниматься в обычном режиме Почта России Почтальоны принесут эти деньги вместе с пенсией за январь Тем, кто получил пенсию до 15 числа, специалист придет повторно То есть все 283 тысячи калининградских пенсионеров получат единовременную выплату с 16 до 28 января Выплата будет осуществлена в январе 2017 года без каких-либо заявлений от граждан То есть приходить в пенсионный фонд и писать соответствующее заявление не нужно Напомним, единовременная выплата в 5000 рублей заменит индексацию пенсии, которая ранее планировалась на второе полугодие 2016 года А сейчас вновь вернемся к теме морозов, а точнее к проблеме птиц, которые попали в ледяной плен С установлением холодной погоды калининградцы все чаще сообщают о замерзающих лебедях Многие в социальных сетях даже бьют тревогу Впрочем, специалисты уверяют, паниковать не стоит В зоопарке даже выпустили специальную памятку Почему некоторые лебеди не улетают, чем питаются птицы и в каких случаях им требуется помощь человека Прикармливая лебедей, человек оказывает им медвежью услугу Из-за этого у них снижается миграционный инстинкт, то есть птицы не хотят улетать даже с наступлением суровых морозов И ждут, когда их накормят А ведь основная пища этих пернатых водоросли, которые они должны добывать на незамерзших водоемах Поэтому давать лебедям хлеб категорически запрещено Если уж очень жалко птицу, то можно угостить овощами, говоря в зоопарке Но лучше воздержаться от подобного проявления щедрости Есть, конечно, ряд моментов, когда птицы действительно нуждаются в нашей помощи Это первое, если вы видите птицу, которая сидит на льду и она обледенела Оперение покрыто льдом, сосульками Да, можно Второе, если у птицы явные повреждения Понятно, перелом на крыло, из-за клюва торчит крючок рыболовный Леск, кусок лески, еще что-то, инородный какой-то предмет Можно Но в других случаях, вот иногда люди видят птицу, которая сидит на льду Это не значит, что этой птице плохо, ее надо непременно хватать и куда-то тащить Если вы нашли птицу, у которой нужна помощь, можете обратиться в зоопарк за консультацией Также на сайте учреждения есть статья «Лебеди зимой спасай и не навреди» В ней приведены телефоны всех организаций и служб, которые могут вам помочь А вот ввести раненого лебедя в зоопарк не стоит Там пернатых не принимают Чем запомнился калининградцам первый рабочий день после каникул Они расскажут сами в нашем традиционном опросе Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс Мы идем сначала с одноклассницами играть в боулинг, а потом еще к бабушке домой пиццу кушать На новогодних каникулах мы были на катке Ребенок принялся кататься на канику Получил много подарков Погода радует, зима Сын в Праге встал в первую сессию Ходили, на каток катались, очень здорово Ну что еще? А что у нас еще за хорошего произошло? Ну-ка, что у тебя произошло? Да вроде ничего Новый год прошел как-то Отдыхаем? Я приехал из Еревана, Армении Ну и мне очень здесь нравится Хороший город, очень, очень хороший город Ну гости как всегда, семейный праздник, поэтому ходим к детям, дети к нам Гости вчера были, ну каждый день гости, короче говоря Вот и все Ну я сейчас еду к внуку, играю с ним в мяч, в хоккей Да, и мне очень весело, потому что я знаю, что ему весело Официальные курсы доллара и евро на вторник снижены почти на рубль Подробности далее И завершает наш выпуск по традиции прогноз погоды на завтра С ним вас познакомит наша ведущая Юлия Слынько Партнер прогноза погоды, дом бизнес-класса Риттерхоф Здравствуйте, к концу рабочей недели потеплеет до плюс 2 градусов Об этом сообщает Гидрометцентр России При этом, скорее всего, будет идти снег Вероятность остатков составит 80% При этом до среды будет переменная облачность без осадков Далее мы расскажем вам о погоде на завтра 10 января днем в Калининграде ясно, минус 6 градусов Вечером также ясно, но похолодает до минус 9 Ветер южный до 4 метров в секунду Атмосферное давление выше нормы Партнер прогноза погоды, дом бизнес-класса Риттерхоф Если вы стали свидетелем какого-либо интересного события И даже успели заснять его на камеру своего мобильного телефона Звоните к нам в редакцию по номеру 555-085 А на этом наш выпуск подходит к концу Это были наиболее интересные новости О которых мы успели рассказать к этому часу В студии для вас работал Кирилл Попов Всего доброго, увидимся в городе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова